Доброго времени суток! Меня зовут Август. В данном видео обзоре мы с вами рассмотрим примеры работ с диффузными шейдерами в BGE. Работать будем с пакетной базой блендера 2.49b SVN сборки. На данном примере уже готовы практически два астероида, взятые с проекта СВА селировая пангедония, который наглядно продемонстрирует нам примеры работы с шейдерами. Рассмотрим общие настройки материала. Мы видим две текстуры Color и Normally. Также карта Normally расположена и натянута на астероид по UV и соответственно по ней происходит маппинг. Включены цвет и Normally. Карта Normally на уровне 0.5. Свет обычное солнце с полукрасным оттенком. Можно включить только тени для производительности в BGE, но можно отключить. Сэмпловка семерка. Также по общим настройкам мина и тун шейдера видим спекуляр. Пункт для производительности одинаковые рампы по методу BARN. Разница в BARN и микс можно посмотреть очевидную на тун шейдере. Получим в миксе более песочный цвет. Более такой детально выраженный. Но это зависит от качества и цели сцены. Наша задача немного в другом. Быстренько и практично рассмотреть разницу двух диффузных шейдеров в визуализации и практическом применении. Вот общие настройки мин шейдера. Имид также одинаковый у одного и во второго варианта. Далее мы с вами рассмотрим разницу диффузии шейдеров в реальном времени в BGE. Слева видим шейдер мин и диффузию шейдера TUM справа. Как мы видим происходит диффузия с такой своеобразной выпечкой лавы. А слева мы видим только спекуляр карт нормалей. В практическом примере можно сделать немного по-другому. Назовем данный объект тест. И зададим новый материал, тоже назовем его тест. То есть исходить будем из шейдера мин. Переведем диффузию TUM. Видим сразу диффузии изменились. Зададим сглаживание. Ну хотя бы на половинку. В зависимости от цены и производительности самого жилета. Можно добавить первый уровень рефа. Тут будет более выраженная диффузия лавоотображения. Как видим все довольно просто и понятно. Ничего сложного нету. Также можно дополнительно поманипулировать рампами. Перевести в микс. Но все же в данном примере используется бар. Можно в спекуляр также добавить соответствие вашей сцены. Такого с красноватым оттенком. Согласно общему источнику света. Также общий источник света можно перевести на отображение только теней без спекуляра. И как видим TUM шейдер справа вверху показывает нам лучшую диффузию при максимальной производительности. В принципе все. Практическая задача выполнена. Спасибо за внимание. Всего доброго.